Успенский пост Успенский пост появился в церковном календаре позже, чем остальные. Это связано с тем, что значение фигуры Божьей Матери прояснялось для церкви постепенно. Из преданий известно, что посты, молитвы и воздержания составляли будни Девы Марии. Когда архангел Гавриил возвестил ей, что вскоре она предстанет перед Господом, она возложила на себя еще более строгие ограничения. Пример Богородицы, которая постом и молитвой готовилась к смерти, призывает христиан к воздержанию от страстей. Для всякой члены, в том числе и для меня, пост важен тем, что я, когда пытаюсь его исполнить, и мне не получается, я узнаю, что у меня есть страсти, что я люблю поесть и люблю вкуснее. А если я никогда не пытаюсь, я и знать этого не буду, и буду думать, что все в порядке. В народе Успенский пост ласково называют «спасовка». Его даты захватывают праздник преображения Господня, который называют «яблочным спасом». До этого дня верующие воздерживаются от употребления винограда и яблок свежего урожая, а после, когда плоды осветят в храмах, их включают в постное меню. В Успенский пост можно есть овощи, грибы, хлеб, орехи и мед. Яйца, мясные и молочные продукты исключаются. Я покупаю календарь, оттуда вычитываю правила поста, сидит дома, ничего не ест, а в храм не ходит, это неправильно. В последний день поста, накануне Успения, в храмах проходит особое богослужение под названием «Чин погребения Божией Матери». На этой службе звучат как грустные песнопения, так и дарующие надежду. Надежду на то, что Богородица и дальше будет заступаться за людей перед Богом.